Я и на прошлых рыбалках. Да, да. Нихрена себе! Это наше ПВО, наверное. Всем привет! Пользуясь случаем, хочу прям на всю страну Глебу выразить большое спасибо за то, что он находит время между девками, своими друзьями, учебой. Он, кстати говоря, круглый отличник у нас на своего отца. Каким образом он это делает, я, честно говоря, не понимаю, но вот реально, да, он дает возможность вывести его на рыбалку. Он прям вообще, у тебя что, в сутках 26 часов? 25. Нет, 26, потому что 2 часа ты на отца все, значит, вот реально, да. Он еще каким-то образом там и читает, и говорит, еще иногда говорит, мне, говорит, скучно. Как тебе скучно, когда у тебя расписание, не знаю, как у президента, елки-палки, мне никогда в туалет сходить. Ладно, сегодня, да, мы выбрались на рыбалку, хороший, большой, красивый такой водоем. По идее, отболела уже щука, наверное, отболел окунь, ну, как бы все к этому идет, по идее, это уже май, все должно это. В общем, сегодня попробуем. Я на этом водоеме много раз был с лодки и ни разу не был с берега. Ну, мы, кстати, с Глебом часто здесь бывали, а с берега не были ни разу, и поэтому, как бы, даже интересно, что, 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 что можно здесь поймать с берега, потому что с берега и с лодки совершенно рыбалки разные. Слушай, Глеб, а может, систему сломаем? Как? Ну, обычно мы едим там где-то в середине, давай сейчас поедим. А, ты не завтракал, все понятно, ну давай давай. Не, ну да, то, что это надо как-то... Ну, вы поняли. Ну, повтори его, давай. Есть выражение, там, по фэн-шу, расположиться по фэн-шу, сделано по фэн-шу. Кто такой фэн-шу? Фэн-шуй? Или что это? Как это? Это знаменитый китайский мах тех древностей, да, его звали фэн-шуй. Он там, где лег, там и расслабить цветы, как бы. И так началось там фэн-шуй туда-сюда. По-моему, ты мне зафэн-шуил. Ну, может, зритель тебе ответит, конечно, что-то такой фэн-шуй. Да, в комментариях пусть. Да, давай поедим фэн-шуй, по фэн-шую сейчас все сделаем. Так, что же сегодня послал нам Бог? А Бог сегодня нам послал закрытую пиццу, два пирожка с курицей и два сочника. Да, в принципе, нормальный такой завтрак, небольшой чай. И, в общем-то, этим мы и планируем сегодня начать нашу рыбалку. В принципе, можем поесть и уже поехать. Потому что, как кто-то нам в комментах написал, вы на рыбалку только пожрать ездите. И это, в принципе, я не знаю, на рыбалку, конечно же, на рыбалке надо поесть. Очень прозаичное заведение. Намешал зачетного травяного сбора какого-то. Так, держи. Ну, кстати, тоже такой вопрос интересный. Мне кажется, именно вот, ну, рыбалку многие люди, да и вообще видео на ютубе смотрят именно под еду. Да и мы тоже садимся, тоже включаем какое-нибудь видео. И, в принципе, Мирон у нас любит смотреть наше видео, как Глеб был маленький. Так что, вот, часто тоже пересматриваем свои же видео. Как оказалось, что вот не зря я это все снимал. Для самих же себя, для истории полезно. Надеюсь, конечно, что ютуб не заблокируют и это все как бы останется. Но, кстати, если вдруг что-то такое произойдет, типа блокировки, то у меня все каналы мои продублированы на Дзене, на Рутубе, группа в Телеграм есть, то есть там какие-то оперативные новости, там и по спиннингу. У меня есть второй канал с техно, так сказать, обзорами и так далее. Короче, я все ссылки внизу оставлю, поэтому заходите, если что, чтобы мы не потерялись в случае чего. Что, ядреный? Ну, попробуй. Он написано там, как, короче, 8 трав, это сбор. Он там, типа, супер расслабляющий. Ох, етить. Ты знаешь, ли, мы когда-то в молодости курили чай. Знаешь, у нас есть на кухне чай, называется, фруктовый дым. Что, хочешь попробовать? Ну, давай. Не, реально, мы когда-то решили покурить чай. Мы так не смеялись, как от Марьи Ивановны, вот честно. Я не знаю, от чая был такой приход смеха просто. Я не знаю, я никого ни к чему не призываю, но как бы из песни слов не выкинешь. Да, отец у тебя, к сожалению, не ангел или к радости. Я тебе на следующий день рождения подарю трубку. Кстати, да, я уже к тому времени пришел, что мне уже пора. Я буду скоро в лодке сидеть с трубкой, такой пых-пых-пых-пых, как маленький пароход. Так, ладно, всем приятного аппетита. У нас плодотворное общение намечается. Надо тебе, кстати, из батиной молодости истории как-нибудь порассказывать. Сесть за костерком. Но это мы выйдем с тобой с ночевкой за костерком. Я, видимо, еще многого не слышал, да? Да ты и не слышал даже. Я же не мог тебе в силу возраста, цензуры и твоей матери, ну не такой-то матери, а конкретно твоей, рассказывать все это и при матери. Потому что она тоже многого не знает. Слушай, а как это рассказать на всю страну? Я что-то не понимаю. Давай, блин, ладно, все, давай, на-да, уже на рыбалку. А вот он ползет, друг всех рыболовов, охотников, путешественников и Глеба. Какой красавец. Глеб, а вроде ничего такого, да? Фирма, а вот венча. В принципе, я не знаю, не хочешь примерить? Ну, они немного кушать хотят. Да тут же сейчас клей, что проблема, заклеил и все. А так в целом свежие, да? Ладно. Мирону на вырост. Так, мы наконец-то идем на рыбалку. Начнем мы вот отсюда. Здесь сегодня погода исключительно просто хорошая. Не знаю, тут пруд, водоем вышел из берегов. Теперь, к сожалению... Слушай, а вот тут столько камыша, да к тому же еще и часть затоплена. Как мы кидать будем? Да вот не знаю, если что, пойдем тогда ближе туда, к дамбе, где посвободней. Ну да, давай здесь попробуем. Это же знакомая мне коряжка, тут иногда собирается окунь, а иногда и не собирается. Все. Ну что, давай ты сюда, тут более выгодное место. Я уж пострадаю где-нибудь рядом. Сегодня, помимо рыбалки, у меня есть еще одна цель. Это тестирование вот этого удилища, которое ждет этого тестирования зимы. Перед Новым годом оно ко мне пришло. И вот, наконец-то, у меня дошли до него руки. Удочка, кстати говоря, крайне интересная. Потому что она до 5 грамм. Но рост у нее 2,40. Таких ультралайтов, в принципе, на рынке очень и очень мало. И у меня на него самые оптимистичные планы. Это удилище называется Neowave Super ULR от фирмы Sportex. Кстати говоря, кто интересовался судьбой фирмы Sportex, с ними все в порядке. Они продолжают свою работу, сейчас налаживают логистику. Ну, я надеюсь, что, в общем-то, все у них получится. И они и в дальнейшем будут нас радовать такими вот интересными удочками. Оснастил я эту удочку до 5 грамм катушкой от фирмы Acuma, которая называется Inspira и модель ISX30. То есть, это классическая 2,5 тысячная катушка. Но у Acuma немножко идет другая маркировка. То есть, 30 размер у Acuma получается классический 2,5 тысячный размер по Daiwe и Shimano. Шнур здесь стоит 0,4, если мне не изменяет память. Но, в общем-то, классический у меня такой набор получился для ультралайта. Собственно говоря, Глеб тоже сейчас ловит на ультралайт. У нас, в общем-то, весна. Я считаю, что это время ультралайта. А уже летом, осенью надо переходить на какие-то серьезные снасти. А весной в полной мере, собственно, наслаждаться ловлей на снасти легкие. Так, что-то я заболтался. Глеб даже говорил, что у него была уже поклевка. В общем, надо этот... Одна была всего, да, Глеб? Возможно, даже не поклевка. У нас тут просто рельефа, а его, кстати, здесь нет. Да. Здесь, по-моему, тоже я помню рельефа нет. Собственно, тут вся надежда на то, что окунь будет стоять где-то под коряжками. Ну, кстати говоря, на эту удочку, наверное, можно поставить вообще 0,3 или 0,2 плетню, чтобы полностью реализовать ее именно потенциал в забросе. Потому что строй у нее, ну, не знаю, такой прям интересный, необычный. У меня достаточно много разных ультралайтов, но вот это, пожалуй, один из самых необычных, наверное, вот так скажем. Интересно, отнерестился уже окунь или нет? Щука уже 100%, я думаю, отнерестилась. Хотя, опять же, вот тоже мы рыбачим не на реках в основном, а на разных прудах, старицах и это. И каждый водоем – это отдельная экосистема. То есть, допустим, на этом водоеме щука может нереститься, еще не отнереститься, хотя лед сошел уже 2 месяца, грубо говоря, назад, а на том водоеме, на каком-то, уже может отнереститься, тут даже еще подо льдом. Оп, была поклевка. Ага, да, слабая под берегом. Есть? Есть. Или я подкрываю отсчет? Сменил проводку на очень-очень умирающую такую. Что, размер как? Ну, серьезный, серьезный. Кстати, может быть, и тогда имеет вообще смысл огрузку сменить. Ну-ка, дай-ка. Мы, в принципе, ловим сейчас на один и тот же, как бы, монтаж. Джигрик, 3 грамма. Просто приманки разные. Просто не хочется, честно говоря, опускаться. Да. Ниже, скажем, ну 2 еще, ладно. Я чувствую себя. Да, да, да. Бобры тут, что ли? Да, бобры, блин. Бобры? Да, вон, видишь, погрызли все деревья. Вот нахрена вот это он сделал? Ну, блин, ну что за отвратительное животное? Как я их просто не перевариваю? Одни животные грызут, другие, сукин, дети мусорят. Что за в мире животных у нас творится? Еще надо взять за правило постоянно убирать на водоемах. Хотя бы минимум будет чист. Потому что, ну, вот это вывезти не сложно. Не знаю, сейчас если мусорные пакеты найду, на обратном пути заберем. Тут же рядом деревня, да? Да. Да, у нас практически с каждым водоемом рядом деревня, поэтому. Диких таких мест каких-то нет. Не, ну есть, но их очень немного. Куда, скажем так, редко заезжают. Что это не пруд, а это какой-то бермудский треугольник. Смотрите, еще кто-то тапок потерял. Что это такое здесь? Прям тенденция. Может, тапок просто заминировали? А, мини-заминированный тапок. Точно, не будем его трогать. Че ржешь? Так вспомнил тот вид. Да, парень там калорийный, конечно. Калорийный, калоритный. Ну и калорийный. Мужик просто сжег вообще. С чего вдруг тапок заминировали? Алкоголь. Это целый мир. Это же не просто вот так, что выпил и заснул. Это целый мир приключений, соблазна, тайн. Сколько рыбы спас алкоголь, Глеб, ты не представляешь. Потому что даже матерые рыбаки, там, карпятники. Сколько они пьют, это просто непостижимо ум. А вон место. Вроде как одно из самых лучших пока. Так, ну тут, мне кажется, должно что-то быть. Давай пробовать. Открытое место, дамба. По идее, самое такое должно. Полезем на ту конструкцию. Все нормально. Надо только будет оставить все ценные вещи. Потому что это я уже как бы не раз пишу в литературе. Сверзивался. Снизвергался вниз. Готов на 2 грамма ловить? На 2 грамма давай. На, держи. Стрекозу. Себе что-нибудь другое поставлю. Я в свою очередь тоже поставил 2 грамма. Фиштейл, так называемый. Одна из самых эффективных приманок. По незаворчивому окуню. Ну, как, в принципе, и в Лебо. Личинка стрекозы. Все это работает. Плохо то, что ветер, конечно, в лицо. У нас холодная в этот раз весна. Очень холодная. Пару теплых деньков. Сейчас холодно. Хотя я сейчас читал. В Индии сейчас плюс 60. Тут случай, когда мне жалко индусов. Да, жесть вообще. Плюс 50. Как они вообще живут? Я не знаю. Ну, когда в Турции были, там было плюс 55. Мы приземлялись, было плюс 46. Это максимально было. Не, по-моему, мы тогда из отеля, когда вышли, а там что-то за полтинник был. И что там мы там... Мы чуть не дошли до этого. А турки сидят такие, чаек пьют вообще там. Ну, это епросто. А мы не дошли даже до какого-то супермаркета. Не, не, не обратно, обратно. Там такая париловка была. Я помню, древесные помосты, по ним ходишь. Да, да. Мы с тобой в 5 утра на рыбалку ходили. Да, да, да. Кстати, если не забуду, оставлю на турецкие видео. Где мы еще с карапузом Глебом. Он брал книжку. Такой мелкий был вообще. А уже лавка какая-то. О, похвастался, похвастался. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы лавкрофт и не читала. Кстати, отлично. Дно прям вот такое тверденькое, постукивает. Все слышно, касание. Ну, блин, где рыба? Смотрите на этого. Вот эти круги расходятся. Значит, пока я тут собираюсь, этот великовозрастный молодой человек взял камни и начал кидать туда, где мыло и мокриня. Логично, молодец. Отлично. Теперь он будет клевать замечательно. Да, сын, спасибо за клев. Да. Ну, нужно же когда-то себе позволять. Ну, да. Сейчас Глеб кидал, и у него прям окунь дошел до этого. Значит, они здесь есть. Единственное, надо подобрать проводку. Опа, была поклевка, по-моему. У меня тоже мелкие очень такие. Вот еще где-то. Опа. Ну, ты вообще молоток. Леб сегодня мочит прям. Да. На самом деле, мастерство-то познается именно в трудовой рыбалке, а не когда ты пришел, как он Мирон. Мирон. Только этот. Да, конечно, Мирон легкараси вообще. Ага. Закидывает секунду, опа, карась. Это же, он точно закидывает, считает до пяти. И вытаскивает. Третьей страсти. Ага. А сейчас, говорит, я буду ловить для удовольствия. А то он ловил этот. На аниматроника. Да, для подарка, а то для удовольствия. Молодец вообще. Это, соответственно, рыбалка с Мироном у меня такая вышла. Ну, с ним вообще всегда приколы. Я ссылку на нее оставлю, сейчас подсказка вылезет. Так что. Просто кто хочет зарядиться позитивной такой эмоцией от семейной рыбалки, от рыбалки, не пропустите. У меня, говорит, рыба, как газанула. А, да, да, да. Я, говорит, видел, как она газанула. Откуда он эти слова берет? Блин, молодец. Так, ну что-то, батя, вообще, короче, что за фигня? У меня вообще ничего. Не, ну поклевка была. Пропил мастерство, да? Это сын? Это вообще жесть, ну, бля. Чушь, у меня нету-то поклевок. Не. Нифига себе. Сейчас Леб будет завидовать. А, щуреночек. Ну, вот, щука. Ну, вот, моя щука. Сплыла. Ну, это типа того, что знаешь, как бы, если в руках не подержал, то не считается, да? Если не взвесил даже, то не считается. А если не сфоткался, то вообще как-то. Да, да. Не, ну, тем не менее, глянь, поныл, 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 и все сработает. Как всегда, да. Слушай, а ощущение такое, что они все здесь под берегом, да? Или нет? Вот тут вот они. Вот тут вот, да? Вот они прям под камышами колечатся. А чё, там ничего нету. Чё мы тогда кидаем так далеко? Спиннингист. Это да. Давай перекусим и один грамм поставим. Да. Чё, в этом году челлендж мутим? Челлендж? Ага. Ты, по-моему, хотел с Мироном, честно. Не, ну с Мироном-то понятно. Но с Мироном-то так ради, там, порадовать его. А с тобой уже можно так, по-конкретному, зарубиться. Ты, глянь, пока батю по окуням вообще разрываешь. А, ну, кстати, да, я и на прошлых рыбалках. Да, да. Ни хрена себе. Это наше ПВО, наверное. ПВО, это которое сбивает? Да. А чё такой грохот? А, ну... Потому что в воздухе. Блин, это интересно, сколько от нас-то. Да трудно сказать расстояние. Точно. Опа, блин. Слушай, вот с этого угла они, походу, стоят вот так, я думаю, даже. Не, по-моему, они вот там. Хотя... Хотя... Не, ну они вот здесь просто твёрдые по-любому это. И они вот, я думаю, тут... А вот там... О, видишь? Барбос. Да. Не, хоть наковыряли, хоть как-то. Короче, вот такая сегодня рыбалка. Ну, в принципе, мы ещё, наверное, час пролазили. И результат плюс-минус такой же. Ну, не повезло. Не знаю. Рыба сегодня капризничает. С другой стороны, я думаю, что погуляли вообще. Да, погуляли. Погода, ну... Да. Так что не обессудьте. Мы обычно всё-таки стараемся вам показывать много рыбов. Но сегодня мы вам показали мало рыбов. Но с другой стороны, мне кажется, подарили вам отличное настроение этим видео. Подарили? Будем надеяться. Да, в общем, ждём ваших комментариев. Пишите письма мелким подчерком. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...